Доброго дня! Расскажите, как это сочетается? Полиция, КВН, юмор, смех, преступление, раскрытие преступлений, охрана правопорядка. Почему именно юмор? Почему вы именно юмором занимаетесь? Ни одна профессия не может наложить отпечаток на человека, чтобы он занимался и работал только в русле своей профессии, и чтобы у человека не было никакого хобби, никакого отвлечения. Вот юмор, КВН как таковой, как разновидность юмористического контента, это как раз является тем самым отвлечением, которое позволяет работать, позволяет жить и позволяет отдыхать этой самой работой, и по-прежнему находясь в ней. Потому что пошутить, посмеяться над собой, это очень здорово. Я считаю, что это свойство той самой личности, которой по плечу любые проблемы. Потому что умение как раз смеяться над обстановкой, над ситуацией, над теми ситуаций, в которых попадаешь, как раз свидетельствует о том, что личность как минимум с интеллектом и может решать любые проблемы, потому что смотрит на них со стороны. Что касается этого летнего кубка, это уникальное мероприятие. Я не думаю, что оно имеет даже место аналоги в России, потому что здесь на одной сцене сойдутся представители трех различных министерств и ведомств. Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральная служба исполнения наказаний. И не только они, но и другие команды, которые играют в КВН. Это же ведь очень здорово, когда вот такие разные по стилям, по направлениям на одной сцене, в одной игре будут участвовать и будут бороться за главный приз. То есть да, где-то возможно есть, да невозможно, а есть лиги, в которых играют военные, которые играют сотрудники МЧС, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство внутренних дел. Но что вот они все вместе на одной сцене, наряду с гражданскими участниками мероприятия, я думаю, что такого немного, а мне кажется, что такого вообще нет. И когда мы придумали, когда мы придумали концепцию данного кубка, придумали совместно с местными органами правопорядка, я думаю, что мы как раз с этого исходили. Что вот эта уникальность, когда соединить то, что раньше играл по своим лигам, по своим группам, вот в эту конкретную группу. Поэтому я думаю, что нам это удалось, потому что уже четвертый раз проходит летом, четыре раза проходит зимой. Мы называем его громко, открытый, большой, летний кубок силовых структур и ведомств Рязанской области. Как бы подчеркивая, что открытый, потому что могут участвовать все, а что силовых структур, то, что организаторами, или как модно сейчас говорить, хедлайнерами выступают представители Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Федеральной службы исполнения наказаний. Скажите, если на одной сцене сойдутся представители силовых структур ведомств и также обычные гражданские команды, юмор как-то отличается? Вы уже замечали, в какую сторону могут клонить представители правоохранительных органов и в какую сторону обычные гражданские команды? Вы знаете, юмор, вы очень хороший вопрос задали, потому что его очень много, так или иначе, в той или иной интерпретации спрашивают. Во-первых, тем интереснее. Чем команды разнообразнее, чем больше у них индивидуальной особенности, тем это интереснее смотреть. Но согласитесь, когда у нас харизматичные десантники, которые, кстати, недавно выиграли Кубок Министерства обороны, я от души их поздравляю с этим событием. Десантники, когда сотрудники Министерства внутренних дел, у них свой юмор, свою комедию положений. Когда федеральные службы исполняют наказание, которые шутят по ту сторону забора, как оно там происходит. И представители студенчества, которые никак не связаны. Это очень здорово. Это первое. А второе, то, что по большому счету юмор строится на одних и тех же законах. Он строится на одних и тех же правилах, на одних и тех же догматах. Поэтому вряд ли тут стоит говорить о том, что какое-то кардинальное будет отличие. Единственное будет отличие в том, что представители каждой из команд будут шутить про то, что им близко. Про то, что они переживают и что хотят донести до зрителя. То естественно, что мы, представители Министерства внутренних дел, будем про свою профессию. Федеральные службы исполняют наказание про свою и так далее. То есть интересно выхвать эту частичку своей жизни, показать ее с точки зрения юмористической составляющей. Вот это, наверное, и будет та изюминка, та соль, которую я думаю, что просто обязаны зрителей привезти в зал Дворца молодежи и посмотреть этот концерт. Я уверяю вас, потому что мы практически каждый раз выступаем при аншлагах. Это очень здорово, когда действительно нешуточная битва за этот кубок. И к нам приезжают представители других областей и регионов. Едут, участвуют, с удовольствием участвуют. Вот сейчас мы ведем переговоры с очень крутыми маститыми командами, которые, я думаю, что обязательно нашу рязанскую землю посетят и порадуют рязанского зрителя. Пока я хочу скрыть это, кто же является этими самыми гостями. Но они есть, они обязательно будут, потому что уже есть много заявок. Я думаю, что мы порадуем рязанского зрителя. Все это будет на такой классной волне, которая никого не оставит равнодушными, поверьте. Ну, вот я уже в анонсе смотрела, наверное, об этих командах много слышали люди. Поэтому я думаю, что им будет интересно. Конечно, мне кажется, это увлекательно. Вам легче понять друг друга, легче узнать что-то друг о друге, да, о каждой команде. Если бы еще врачи, например, выступали, учителя, было бы вообще, наверное, забавно, да? Да, кстати, будут и врачи, и учителя, если вы что-то пожелаете. Ну, конечно, представители этих профессий, которые представляют соответствующие вузы Рязанской области, будут обязательно участвовать, и будет юмор и про учителей, и про врачей. То есть вся гамма, весь спектр вообще всех, вот всех-всех отраслей буквально будут представлены 21 июня на этой сцене. Поэтому это будет интересно. Расскажите, у кого же родилась идея организовать вот этот летний кубок, зимний кубок, да, вот вообще вот в эту сферу КВН погрузиться, привлечь силовые структуры Рязанской области и продолжать туда привлекать обычные гражданские команды. Ведь я знаю, что ни в одном регионе, по-моему, такого не происходит, правильно? Да, такого не происходит. Но дело в том, что мы все вместе как-то вот играли в различных лигах, в различных проектах. А вот так, чтобы вот объединиться вместе в одной игре и проводить эту игру под эгидой, под девизом силовых структур Рязанской области, такого как бы не было. Это очень интересно, потому что как-то в кулуарах я общался с зрителем, вот было вот интересно, многие задавали вопрос, а что вот если вот команды играли вместе, то есть вот сотрудники полиции играли бы вот на одной сцене с представителями других вот профессий. И как-то вот зацепила вот эта вот сама мысль, сама эта идея. Я бы сказал, почему бы нет, Рязани, город активных, творческих людей, где только дай повод собраться, что-то организовать, и это будет. Поэтому мы поговорили, я поговорил с коллегами, которые представляют наше десантное училище, которые представляют другие вузы силового блока. Они ответили, да, это здорово. И родилась эта идея создать вот это. Почему летом, почему зимой? Но дело в том, что сезон летом, он сезон как бы прошел свою половину в лигах, а зимой он как бы закончился. То есть это та логичная пауза, которую мы заполняем вот этим кубком. Я думаю, что это очень удачная идея в том смысле, что она, скажем так, нетривиальная, не банальная. Она привлекает эту свою яркость, свою обертку. И когда вот столько много разных всех команд, представителей играет, это здорово, конечно. Ну вот я думаю, каждый раз появляется какое-то новое направление, куда начинаешь мыслить, потому что с каждым годом шутить, мне кажется, все сложнее. Все уже обсмеяли, надо всем пошутили. Вот давайте не будем трогать, да, те идеи, которые у вас предстоят, а то вдруг кто-нибудь еще перехватит. А вот над чем шутили зимой, например? На что делали акценты вот ваши команды, да, ВДВшники те же? Вы знаете, чем хорош юмор, чем хорош КВН как таковой? Дело в том, что мы действительно смотрим на те или иные проблемы под определенным углом. Мы живем в обществе не свободны от его законов, поэтому что конкретно актуально в конкретный период времени, на то и шутится. Ну, естественно, под Новый год мы шутим, а все команды заканчивают. Мы надеемся, что в новом году будет соответственно, если учителя, чтобы у учителей было все хорошо, у врачей, чтобы у врачей... Да, подводятся какие-то итоги. Поэтому конкретные события, которые происходят в тот или иной период времени, они обшучиваются, они показываются. И поэтому Новый год – это шутки про Новый год и то, что наболело вот именно под конец года. Летом, ну, сейчас мы будем про отпуск, про свободное время при рождении, как проводит отпуск представительной профессии. Я думаю, что это будет весело, понимаете? Одним словом не сказать, настолько все это многогранно и настолько все это действительно является эксклюзивным моментом. То есть вот сейчас даже мне, руководителю этого проекта, автору этого проекта, мне даже тяжело сказать о том, какие же сюрпризы приготовили команды. Но я уверяю, что они будут. Они будут, и они будут на злобую дня, год до нам остался, до ПВН-чемпионата мира. Давайте посмотрим, как это будет. Скажите, вот вы сам КВН-чик тоже, да? Вы также участвовали в КВНе, в командах раньше. Когда это было? Ой, ну, давно это же это было. Но вы знаете, как бы вот нет бывшего КВН-чика, не бывает бывшего КВН-чика. Я с огромной радостью констатирую, что действительно я прикоснулся к этой великой игре. И дай бог, чтобы она еще существовала и будет существовать не одну сотню лет. Вот, да, я играл, играл в различных команд, но прежде всего за свой родной вуз, который заканчивал в свое время. Это какой вуз? Ну, сейчас это Академия ФСИН России, да, тогда Рязанская высшая школа, Рязанский институт права и экономики. Там сейчас традиция продолжается. Да, да, славная традиция КВН. И поверьте мне, что если КВН зародился, он никогда не умрет. Тем более в таком потрясающем во всех смыслах вузе, как Академия ФСИН России, я думаю, что потом я имел честь и счастье руководить командой КВН-Рязанского филиала Московского университета МВД России. И по сей день остаюсь как бы автором проекта этой команды. То есть мне хочется, чтобы родной Рязани передать пример с Первого канала. Не знаю, насколько это удастся. Но мы работаем над этим. Поэтому я думаю, что КВН-чика бывших не бывает. И все мы в той или иной степени так или иначе заряжены на то, чтобы нести юмор в массы. Потому что, знаете, есть такое, мне постоянно спрашивают, почему настолько доброжелательное отношение к людям, которые несут себе КВН, и которые занимаются КВН как таковым. Вы знаете, просто это же самые бескорыстные люди по своей сути. Я сейчас не беру какую-то медийную составляющую шоу-бизнеса. Потому что для КВН-чика самая большая награда – это искренний смех в зале. Конечно. У меня, поверьте, у меня столько друзей из этой сферы. И все они открытые, добрые, честные, светлые люди. Вы не представляете, что творится за сценой, когда шутка зашла, когда зал, овации, она твоя, придуманная, с бессонными ночами вымученная, она поставленная. Это такие эмоции. И ты искренне счастлив от того, что есть смех, есть реакция. И поэтому вот эту деятельность, ее любят, ее уважают, ее ценят. И поэтому я думаю, что вы тоже замечали, что ОКВН-чик – это же здорово. Поэтому я рад, что у меня много друзей из этой сферы. Потому что бескорыстные, добрые, светлые люди, с которыми приятно дружить и просто приятно идти. И для меня огромная честь идти вместе с ними по жизни. Потому что это очень большой труд. Многие, когда не понимают процесс создания шутки, когда действительно сейчас очень тяжело конкурировать с интернетом, тяжело конкурировать сейчас со всеми этими. Очень много информации, все опережать, играть в ценное опережение. Но думать, что легко – это очень нелегко. Это очень тяжелый труд. Труд писать, труд работать, труд показывать, труд проходить горнил и редактуру. Потому что конечный продукт – это тот бриллиант, тот алмаз, который прошел, вот это все, горнил. Это очень сложно. И поэтому для меня лично, у меня даже не стоят вопросы выбора, либо конкуренции. Я всегда с огромным уважением отношусь к тем людям, которые так или иначе связаны с ОКВН. Итак, скажите, где состоится Кубок? Какого числа? Во сколько начало? Это в один день все будет происходить? Да, это в один день. Я приглашаю всех 21 июня в 18.30 в Рязанский дворец молодежи на открытый большой летний Кубок ОКВН силовых структур и ведомств Рязанской области, в котором примут участие не только команды, представляющие силовой блок, но и культовые, известные, классные команды, которые захотят участвовать в этом Кубе, которые пройдут соответствующую редактуру. Будет очень весело, будет очень смешно. Потому что я все время говорил и говорю, что если бы я не смеялся над всем, мне пришлось бы заплакать. Бо марше вечен, я думаю. А сколько примерно команд будет? Не можете пока сказать? Я могу приблизительно говорить, что будет в районе 10-15 команд. Но вы знаете, у нас есть маркетинг последнего момента. Бац! И потом мы хотим принимать участие, мы хотим участвовать. Поэтому, может быть, и приедут позвоняться, мы хотим, как было в прошлом году или зимой. Буквально за 3-4 дня команда из Москвы изъявила желание поучаствовать, приехать. Приглашение разосло. То есть, есть конкретная реклама уже идет. Вот. Уже меня спрашивают, интересуются, когда узнают, что это систематичность, это проведение этого кубка. Я думаю, что все будет известно за 3-4 дня. Но я готов уже сейчас всем вам пообещать и горожанам пообещать, что это будет нетривиальное событие, которое вас, как минимум, не разочарует. Ну, я желаю вам удачи. Весь наш телеканал желает вам удачи. Хорошего настроения, побольше зрителей. Спасибо. Приходите на игру. Спасибо. И вы к нам приходите еще. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова